Безусловно, этот закон ограничивает коррупцию, хотя коррупция может существовать и при действии этого закона. Коррупция, она многоликая, она не обязательно связана с вывозом денег за рубеж. Это закон скорее о другом. Это закон о лояльности к российскому государству. Его недавно назвали национализацией элит. У нас опасно много стало людей в руководстве, среди чиновников, среди депутатов, которые очень тесно завязаны на бизнес за рубежом, и это, естественно, оказывает влияние на их решение. Может оказывать. Сама такая возможность очень опасна, и Путин совершенно прав в этом отношении. Депутаты Госдумы, которые его поддержали, издав этот закон. Если говорить о деталях этого закона, то они, может быть, недостаточно пока выверены. Но, например, закон не запрещает, скажем, владеть недвижимостью за рубежом. При этом не деляя недвижимость на ту, которая в дальнем зарубежье, на ту, которая в ближнем. Вот, например, с точки зрения этого закона, владеешь ты квартирой в Нью-Йорке или домом в Южной Осетии, это все едино, это зарубежная собственность. Но мы-то понимаем, что это разные вещи. Второе обстоятельство. Если вы владеете недвижимостью, то в этом случае вы должны ее обслуживать. Ну, по крайней мере, платить за газ, за воду, за электричество. Я сомневаюсь, что отсюда из России вы в состоянии вовремя это делать. А любые просрочки приводят к тому, что вам отключают газ, воду, электричество. Люди, которые владеют недвижимостью за рубежом, это прекрасно представляют. То есть, на самом деле, чиновников поставили в сложную ситуацию здесь. Если следовать букве закона, они должны закрыть даже те счета, которые связаны с обслуживанием недвижимости, если она у них за рубежом есть. Ну, по крайней мере, это надо было раньше сказать. Это было, нужно сказать, лет 15 назад, когда эта вся недвижимость приобреталась. Лучше поздно, чем никогда. Я считаю, что закон в целом полезный, а его недостатки могут быть исправлены в процессе его реализации. Продолжение следует...